Встреча с Эвсен Лораном 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 В доме нижегородских пенсионеров Громовых радость. В кои-то веки приехала внучка Наташа со своим семейством. Муж английский лорд Джастин Портман и сын полуторагодовалый Лукас. Дедушка Виктор Филиппович, ветеран войны подводник от правнука без ума. Алло, по телефону мы звоним, он уже значит ага, и папа, мама говорит, и по-английски уже значит это все. А имя у него? Лукас. Лука, Лука. По-русски Лука, а так по-английски Лукасик. Лукас в центре внимания, и ему это кажется нравится. Смесь Нижегородского с английским, как выяснилось, дает очень симпатичный результат. У него лицо Натальи и моя макушка. Уши тоже ее. Да-да, он первый русский Портман. Сало, пельмени, водка, фуршет по-русски, чистенькая однокомнатная квартира в Хрущевке. Бабушка, которая в тебе души не чает, в уютный мир детства хочется иногда вернуться, правда ненадолго. Я приезжаю, я наслаждаюсь за неделю всем, всем, всем на свете, но через неделю мне как бы хочется назад и туда. Это было еще три года назад. Случайная любительская съемка, никому неизвестная девушка, приехала в Москву на кассинг-модели. Сотни таких же девушек со всей России, метр семьдесят пять и выше, ежедневно штурмует журналы и агентства. Везет единицам. Наталье тогда не повезло. Известный фотограф Владимир Фридкис забраковал ее для съемок в журнале «Харперс Базар». Сегодня от объективов не спрячешься даже у бабушки дома. Другой известный фотограф Михаил Королев ведет съемку «Водяновой» для «Глянцевого журнала». Название журнала – тот самый «Харперс Базар». Смотри, 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 кто там. Все. Спасибо. Милан – город шопинг. Здесь моду делают и продают. В конце февраля в Милане обсуждали две темы. В городе началась традиционная неделя моды, а футбольный клуб «Милан», победив наш локомотив, возглавил свою группу в Лиге чемпионов. Милан, наверное, единственный итальянский город, где моду любят так же, как футбол. Но если в футболе итальянский «Милан» не оставил в этом году россиянам никаких шансов, то в мире моды русские топ-модели атакуют и побеждают. Бэкстейдж. Место за кулисами, куда посторонних обычно не пускают. Водянова может себе позволить прийти последний. Вот напротив своего имени охранник ставит галочку. Модель в этом году на расхват. С показа «Прада» на «Дольче Габбана». Волосы после предыдущего показа не хотят расчесываться, приходится ныть. И вообще все застало. Я вчера до четырех часов здесь торчала. Кошмар. Я всего спала три часа. Нормально поесть удается только перед сном. Пол первого ночи – бар пятизвездочного отеля «Фор Сизенс», в котором остановилась Водянова. Совместными усилиями пытаемся восстановить картину прошедшего дня. Ты думаешь, я помню? Операция или я сейчас постараюсь? Я помню. Было четыре шоу. Я встала в 7 утра. Не помню. Профессионалка. Джастин всегда рядом. Большую часть времени пара проводит в гостиницах. Это не затянувшийся медовый месяц. Муж топ-модели – все равно, что жена моряка. Просто у Джастина есть возможность не разлучаться с любимой. А дела можно решить и по мобильному телефону. Мы одна семья. Нас трое, здесь где-то еще и Лукас. Все эти показы длятся месяцами. К счастью, я могу себе позволить находиться рядом и поддерживать ее. В истории Натальи Водяновой так и напрашивается сказочный зачин. Жила-была, красная девица. Училась в средней школе номер 136 автозаводского района. Средней училась. Я в 9-10 классе вообще в школу не ходила. Не хотелось учиться. Кто такой Гарыныч Лох, Наталья уже не знает. Кажется, все это было в другой жизни. Еще, как и полагается настоящим красавицем, в ранней юности Наталья была самая худая и страшная в классе. Снова похожа на сказку. Только теперь про гадкого утенка. У меня мальчишки вообще рисовали такие две палки с сигаретой. Такая вся страшная, с таким огромным носом. Теперь ее приглашают на съемки для знаменитого эротического календаря Пирелли. Итальянские производители Шин доверяют это только самым лучшим фотографам и самым красивым девушкам. Получилось откровенно и высокохудожественно. Снимал Брюс Уэббер. Мэтр современной фотографии. В суете Миланской недели моды Наташа вспоминает о нем с нежностью. Было классно. Мне все время классно с ним работать. Мне с ним постоянно. Он такой дедушка. Он такой добрый, такой большой. Он меня очень любит. Он хочет, чтобы я была актрисой. Хочет отправить меня на классы. Опыт уже есть. Все тот же Брюс Уэббер снял Наташу в плепе «Петшо Бойз». Она там в главной роли. И роль попалась для нее привычной. Вообще так смешно было. Я как принцессу там. Ну где-то видно даже в клипе. По первой профессии принцесса-продавщица фруктов. Стояла с ящиками в автобусной остановке. Это был семейный бизнес. Безотцовщина помогала матери. К 15 годам обзавелась собственной торговой точкой. Вот здесь и стояла будущая топ-модель. Только не в платке от «Эрмес», а в тулупе и валенках. За нами тут следили местная, какая-то местная мафия. Потом подъезжает какая-нибудь другая мафия. А что вы здесь торгуете? У нас так постоянно, каждый месяц, новая охрана. Крыша. Да, 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 вот она как называлась. Мрачноватый автозаводский район, водяновские места, пестрит многообещающими названиями. Кафе «Удача», остановка, на которой Наталья торговала фруктами, «Счастливая». Весь район, как бы он так и называется, «Счастливая». Я девушка со станции «Счастливая». Матнецу помнит до сих пор. Да тогда-то и под минус 30 иногда было, а все равно стоять приходилось. Надо же продавать. А ты понимаешь, ты понимаешь, в чем дело? Если эти бананы, черт его, не продашь, они же сгниют на следующий день. Их же на следующий день же не продашь. А есть тоже не стоит? Да, есть, конечно, один банан. Знаешь, сколько стоит, дорогой мой? Я тебе не плачусь на бананы. Да, пойдемте выпьем за бананы. Из Нижнего Новгорода высший свет. В разгар миланской недели моды Наталье исполнится 21 год. Американское совершеннолетие. Скромная вечеринка все в том же баре-отеле. Агент модели Гия Джекидзе привез из России подарки. Среди них мартовский номер «Харпес Базар» со съемками в Нижнем Новгороде. Статья называется «Обыкновенное чудо». Гия, ты лучше это посмотри. Вау! В итальянском «Води за март» подборка фотографий водянок. В французском «Води» за этот же месяц Водянова на обложке и сразу три фэшн-съемки с ее участием. В американском «Води за прошлый месяц» без малого 15 страниц, умильно рассказывающих о цитата сказочном романе «Золушки моды» и ее принца. Следующий день, как всегда, рабочий с показами Сони на шоу «Гуччи». Мистер Том Форд – любимый дизайнер Водяновой. Она – его любимая модель. Лицо «Гуччи-2002». Смотри на мои ногти. У меня были поддельные ногти. Вчера не было нечем снимать, и мне приходилось их просто сдирать. Я сдираю прям вместе со своими ногтями. Кошмар. Жизнь. Красота требует жертв. Это про Наталью. Макияж меняют по пять раз на дню. Волосы от смены причесок истончаются. Ноги от бесконечных примерок распухают. А тут еще вчерашний день рождения. День рождения закончилось в 5.30. Когда вы были там, это, конечно, только начиналось. Мы сидели такие все хорошие, такие прилежные. А потом под конец через водку все друг с другом перезнакомились, конечно. И все пошло, все пошло как надо. Пока с Гучи был какой-то грустный, о прошедшей любви с неба падали лепестки белых роз. Среди зрителей человек с ищущим взглядом, модельный агент Гия. Это он 4 года назад впервые вывез Наталью за границу. Вот у Водянова есть характер? Какой? Знаете, одновременно очень доброжелательный, очень мягкий, но очень твердый, когда она знает, что ей это нужно. Один из самых этих сильных характеров, которые я видел. Офис крупнейшего в Милане модельного агентства Y-Note. Из 80 моделей агентства 20 русские. Гия показывает сделанный в России полароидной видеосъемку очередной порции красавиц. В офис заходит Яна, подруга Натальи и модель, но без приставки ту. Разница принципиальная. За топ-моделями бегают, просто моделям нужно бегать самим. Клиент вообще никак на тебя не реагирует. А ты сделал 15 кастингов в день, ты целый день бегаешь, ты думаешь, блин, нафиг, зачем мне это надо вообще? Вот, естественно, ты расстраиваешься. То есть, многие девчонки сейчас в депрессии. До 17 лет график Натальи был тоже напряженным. Утром школа, днем лоток с фруктами, ночью дискотека М-ка. Традиционное место досуга автозаводской молодежи. Посторонним вход сюда хоть и не запрещен, но очень не рекомендован. Наташу здесь помнят до сих пор. В пользу случаями я поздравляю с днем рождения. Поскольку очень трудно дозвониться к ней. Пытался позвонить ей в тот день рождения? Да, разок, два, пытался. Ну, у нее плотная программа, видать. После нескольких лет отсутствия Наталья рискнула прийти, причем вместе с Джастином. Смесь ностальгии с экстремальным туризмом. Я, когда уехала, я очень вообще скучала, как бы, по этому всему такому, как сказать, господи, как Босяцкому. Заходить в Эмпу с Джастином Наташей, наверное, все-таки не следовало. Человек 15 поджидал ее в ту ночь у выхода. Собирались лицо порезать. Хорошо пришли с охранником. Джастин вел себя по-джентльменски, но с непривычки сильно напился. Зависть немножко, да, наверное. Просто, что как-то, что у них жизнь такая же, так же продолжается, так же они сидят, пьют водку в Эмпе, а у меня как-то, я от них оторвалась. Как это было той ночью? Не помню. Начало помню, но не помню конца. Со мной такое первый раз. Санкт-Петербург. Осень прошлого года. Золушка становится принцессой. Дорд Джастин, векон портманский, принадлежит к одному из древнейших родов Великобритании. Свадьбу сыграли с аристократическим шиком. Устроитель мероприятия Геннадий Зефавичус, автор знаменитого слогана, он русский, это многое объясняет, и главный в России специалист по праздникам с размахом. Обручается раб Божий Джастин, рабе Божий Наталий. Слава Богу, православные невести венчаться к жениху протестанту не возбраняется. Церковь была подобрана со вкусом. Князь Владимирская. И адрес подходящий. Большая Нижегородская улица. И дьякон попался особо босовитый. Миром Господу поголимся! Свадьбу играли три дня. Посетили Петродворец, познакомились с петровскими шутихами и перекусили икрой с водкой. Не обошлось без папарацци. Вообще-то, по великосветскому этикету к имени Джастина следует добавлять Ваша честь. Но вряд ли это кому-нибудь приходит в голову. И прежде всего, самому Джастину. Привет! Ты заговоришь по-русски? Нет. Почему? Нет. Я такая. В Чесминском зале Петродворца небольшая культурная программа. Исполняют артисты Мариинского театра. Гости расходились, сраженные царским великолепием. Мне касается, пожалуйста, пожалуйста. В царском селе почти царская свадьба. В галерее Камерона накрыли праздничный стол. Какая свадьба без цыган. Были и цыгане. Веселились все. От мала, это сестренка Наталья и Кристина, до велика. Дедушка новобрачный отплясывал на зависть молодым. Она русская, и это многое объясняет. Золотое правило для таких, как Джасти. Мне язык уже устал. Наверное, главное достоинство Водяновой, она такая, какая есть, и по подиуму ходит так, как будто гуляет сама по себе. Она Наташка с автозавода и принцесса Гламура в одном лице. Лицо это в прошлом году принадлежало Гуччи. В этом году за Водяновой бился дизайнер Шанель Карл Лагерфельд и Калвин Кляйн. Победил Кляйн. Русская Наташа, символ американской моды 2003. Офис компании по соседству с ее домом. Район 1, Манхэттен. Вообще, переехали сюда как раз за 10 дней до 11 сентября. Башни Всемирного торгового центра нависали прямо над террасой. Они были вот за этим большим домом. Мы были здесь, мы все видели. Нас полностью накрыло всем пылью. И один двигатель от самолета упал на крышу прямо перед нашим, на этот дом. Редкая удача в Водяново дома. Хотя домом квартиру, в которой живут 4 месяца в год, назвать сложно. Это кровать. Да нет, это бардак. Семья подумывает о переезде на Багамские острова. В Нью-Йорке слишком шумно. Сколько лет длится новая жизнь Водяновой? Четыре года назад. 1 декабря, получается, 99-го года, я думаю. Три с половиной года всего-то. Кажется, что целая вечность. Сейчас не улыбайтесь. Алексей Васильев, скаут модельного агентства, друг Водяновой и партнер Гейджи Кидзе. За год объезжает 50 городов России. Сегодня спрос на волжский тип красоты. Без партнеров. Без партнеров. День рождения. Работает в подростковом доме творчества. Зволнованные школьницы на фоне детских рисунков. Сколько это? Из Москвы и Парижа приехали агенты. Те самые, что нашли в Водяново. Правдивая сказка про золушек с берегов Волги определенно будет иметь продолжение. Серенькая. Серенькая.